Добрый день, уважаемые наши представители главной отрасли, наши рыбаки, ветераны отрасли, все те, кто каждый день своим трудом делает большой вклад в копилку благополучия Камчатского края или передает уже накопленную мудрость подрастающему поколению. Мне очень приятно вас сегодня приветствовать здесь на нашем фестивале Камчатка Рыбацкая, который уже второй год дополняет летний праздник, День Рыбака, более такой народный, массовый, с гуляниями. Сегодня мы в профессиональном сообществе подводим своеобразные итоги и обменяемся впечатлениями, ну и, конечно, говорим слова благодарности тем, кто более всего, самый больший вклад сделал в решение тех самых задач, которые перед нами стоят. Мне много что есть сказать вам. Я в последнее время за собой стал замечать, что даже выступая на федеральных площадках, настолько большая повестка по теме рыбохозяйственного комплекса, что я никак не укладываюсь в отведенный регламент. Оно все время у меня превращается в какое-то стратегическое выступление, мне всегда неловко выступать с другими коллегами, как-то оно все не очень соотносится по жанру. Также сегодня я, безусловно, не буду системное выступление делать по развитию рыбного хозяйства. Я предложу это сделать в формате нашего рыбохозяйственного совета, который в ближайшее время у нас пройдет, и хотел сразу тоже предложить его провести в формате целого дня работы с выделением вот тех самых вопросов, которые уже были определены, начиная с самого улова, с сохранения водных биоресурсов, борьбы с браконьерством, с технического оснащения, с научной составляющей, с переработкой, логистикой, транспортировкой, с безбытом. Выделить такие блоки в нашей работе рыбохозяйственного совета и подробно их обсудить. Из того, что не прозвучало сегодня, мы специально сегодня немножко по-другому построили последовательность выступлений, я с удовольствием и коллег послушал, и видеоролик. Из того, что не прозвучало, и что мне очень хочется подчеркнуть, наверное, главное, это то, что мы видим, я в этом убежден, что наши отрасли находятся на пороге нового уровня зрелости. И те отдельные большие достижения, которые уже реализованы Камчатским рыбохозяйственным комплексом, и благодаря которым по праву Камчатка является флагманом рыбного хозяйства России и одним из самых передовых регионов в мире, сейчас мы находимся на пороге их объединения в, так скажем, уже кластеры или в такой системный подход, когда вся производственная цепочка будет увязана ради одной задачи – получения максимальной отдачи от нашего уникального ресурса, от рыбы, забота о рыбе и о ее воспроизводстве, и, конечно, самая главная забота о людях. Потому что какие бы современные суда мы ни строили, какие бы совершенные заводы ни вводились в эксплуатацию, все равно в основе остаются люди. И вот я нисколько не покрывлю душой, сказав, что общаясь с руководителями, с собственниками рыбных предприятий, те, кто сегодня здесь, те, кто сегодня нет по уважительным причинам, по объективным, главный запрос, который формулируется – это запрос на людей. И главный ресурс, о котором пекутся руководители и директора – это люди. И, конечно, это то, что тоже мы должны помнить и во главу угла ставить. Люди, которые работают в отрасли, семьи тех людей, которые работают в отрасли, ну и наши жители Камчатского края, буквально каждый из которых то или иное отношение имеет к рыбе, к рыбной отрасли или рыбной переработке. И в этой связи очень важно, что показатель зрелости нашей отрасли вторым после вот этого такого системного кластерного подхода, а может быть даже и первым, является тот вклад, который действительно отрасль уже делает в развитие самого полуострова нашего города, о чем уже говорилось. За последние годы беспрецедентные здесь результаты есть. Я не буду отдельно их перечислять, чтобы что-то не забыть, но это и спортивные объекты, это и объекты такого важного для нас сектора туризма и гостеприимства, это перевод в системное русло через создание фонда, через который финансируются уже проекты, связанные с будущим Камчатки. Это забота о подрастающем поколении молодежи и поддержке наших вузов. Это показатель зрелости, еще раз повторюсь, что уверен, что в следующие годы наша главная задача это ту самую зрелость уже осознать, достигнуть и с ее позиции новые результаты для себя отметить. Я хочу поддержать, безусловно, то, что уже звучало в отношении популяризации наших ветеранов, того вклада, который был сделан выдающимися деятелями прошлого. И на самом деле тоже та традиция, которая есть, называть их именами суда, наверное, это лучшие памятники, которые наши дорогие и уважаемые труженики отрасли хотели бы себе иметь. Я хочу поблагодарить всех вас, поблагодарить тех, кого сегодня нет в зале, но которые большой вклад делают и с точки зрения самих рыбаков, и с точки зрения смежных структур, науку, образование, контрольные органы, потому что работа контрольных органов, правильная работа контрольных органов, также способствует неизбежно для обязательных условий для эффективного функционирования отрасли. Поблагодарить за эту работу, пожелать вам сил и успехов, уверить вас, что в преодолении тех трудностей, которые все время у нас на пути встают и уверен будут вставать их в будущем, мы будем всегда вместе с вами. И точно так же, как Андрей Георгиевич говорил, что он рад быть министром рыбного хозяйства, я рад был быть губернатором Камчатского края, потому что ни один другой регион в стране так не стоит на рыбной отрасли. Ни один, даже близко. И для нас это возможность, потому что рыбное хозяйство – это отрасль будущего, значение которого точно будет расти, а в современном неспокойном мире – это еще вдвойне верно. С праздником, дорогие друзья! И низкий поток за вашу встречу!